истории вовки да и это кстати будет интересней да сейчас просто об а доне говорят как это все будет связано между собой но поскольку мы вопрос не слышали придется подождать к чему вов пропустили не вот говорят что мы упороты себе да там только тебе много уже по этому поводу писали истории газа из курицы но торки напились в крови и есть поэтому у меня наоборот не были крупные москопы не знают глухой нибудь мы кстати пропустили только пять минут вова так что давайте не будем на меня бочку гнать спасибо вы все равно что вы запомнили я думаю что эти крана вам не помешают короче давайте вот что буду вылавливать то и буду переводить оказывается горош помогал строить темные порталы чтобы темные силы могли к нам прийти из этого мира это новый мир жизнь кипела но о нем как как и всегда никто ничего не знал это по сравнению огромная территория как и outland и там очень красивая территория высокие облака также там и есть монстры которые есть и опасные есть уникальные есть редкие и все это время пока мы убивали и развивали пандари пандочек наших на этом острове копились силы чтобы завоевать наш мир и параллельно они естественно строили портал чтобы выйти к нам и сказать а мы то тут и горош то оказывается на самом деле это параллельно когда выкапывал ша он занимался вот этим данным порт порталом я горит не буду раскрывать все вам секреты поскольку вам еще предстоит посмотреть посмотреть с самим трейлер и поиграть естественно саму игру он говорит что вам еще хотят чтобы я вам рассказала а не слушать как с другой секции у затроллил а там и спортом у меня ну да и кстати как раз я вижу даже что он выходит на другой сцене ну то есть я же говоря два окна включили еще помимо вот крит оставайтесь с нами мы все еще и все еще и вот крит оставайтесь с нами мы вам расскажем обязательно как можно больше интересной информации и сейчас давайте же поговорим про новый контент дренор ну что ж это новая территория это не outland не путайте пожалуйста вот дренор полностью построенный новый мир мы вам покажем в этом аддоне как выглядел раньше дренор и во что он превратился какая там была естественно цивилизация как там себя ведут люди кто там живет на этом материке есть 7 новых континентов и естественно в этих континентах свои базы свои уровни и стандартная ерунда вот что вам нужно делать на острове вы будете защищать железную орду вот и вы пройдете через портал и естественно вам надо будет с ними связаться к ним прорваться сказать мы новые герои и мы вам поможем и на этом будет завязываться вся новая история цели данного острова точнее кто на нем живет естественно пройти через портал и захватить азерот и подчинить себе всех кто на нем живут но наш конфликт это быть первыми и остановить как вот так вот выглядит новый континент для кого-то он будет знаком и и что-то вот в нем и узнается потому что здесь не есть некоторые элементы существующих карт которые похожи вот и здесь есть разные территории в которых есть своя атмосфера допустим есть территории где темные облака откуда постоянно падают демоны допустим в аутленде были тоже свои колоритные зоны дезертер давай расскажи как они тебе нравились ну мне в принципе да я считаю что вообще они делали отличную работу на мой взгляд мне как раз именно вовка нравился именно из-за тех экранов которые были поэтому так каких экранов я тут про свое пишу комментарии пытаюсь что-то говорить я так и понял что ты не туда поехал а вот да мне нравилось все то что они делали понятно а как насчет того если только у меня слышно параллельную сцену или нет это проблема как раз в том то что там starcraft рядом и очень шумно там сейчас будет два старкрафтера насколько я понимаю и они будут воевать вот сейчас сказали что на этом новом острове будет также он будет похож на аутленд поскольку он сказал что как и насколько вы помните что был black temple в аутленде также здесь будет такая же территория где будет свой мирок куда вы естественно будете рейдить и получать новые новый лут и новую экипировку все места новые по которым вы будете путешествовать вы порой будете и у вас будет ощущение дежавю что вы здесь уже были что вам это все знакомое но на самом деле это все новые как утверждает этот вот улысый дядя вот и если честно вот справа и наверху этот зеленый остров он мне напоминает реально в аутленде где стоял black temple он чем-то даже похож чем-то чуть-чуть правда там вот вода посередине а в аутленде там просто кратер станет зеленый сейчас нам покажут пример как какой огромный потери по размерам новый контент на самом деле опять же чуть-чуть больше аутленде но не думаю что очень огромный про диабло то вообще удалились в какие-то фильмы блин на но диабло хорошо что мы ушли оттуда монитор пожалуйста параллельно как они закончат этим дел самом низу в левой части есть остров и дома будет какой-то каньон где живут игры вот у них там своя территория своя империя может быть это будет к это закрытая территория для рейдов пока штыки не уточняется и это скорее всего будет остров путешествие во времени вот сейчас он поправляется грит потому что там будет история где вы сможете сравнить как то было вначале и что случилось сейчас вот и сейчас они вернулись в азерот говорит что азерот то у нас как бы раз разгранен на разные расы допустим где-то живут эльфы где-то гномы и у каждой есть своя какая-то цель какие-то цели они преследуют вот они там все время заняли чем это строят это разрушает где-то воюют а вот в новом острове у них есть территория этот маленький остров где можно посмотреть всю историю вот и этот остров не будет сразу доступен но он будет постепенно туда заходить вот и этот остров откроется определенным патчем может так что сразу вы туда греза не попадете вот он играет вам надо стоит очень многое пройти теперь про новый клан отмороженные волки извините перевел на славу дуратан зовут главного вождя предводитель этих ледяных полков наверное это так перевести вот поподробнее расскажут на другой панели и у него будут какие-то семейные там дела он будет это как-то с его семьей связаны вот и у нас будет очень много когда вы будете играть у вас будет слишком много заданий с ним вы будете часто с ним общаться он вам будет много рассказывать о себе о своей истории вот события в новом дополнении будет происходить до первого пришествия дренор планета орков и древо раньше населявших ее разрушил ее мир зуб спасибо одному из зрителей кто меня подправляет потому что я не все знаю вот затем нам представляют другой клан темной луны и они делают сейчас сравнение аутлендом допустим фракция скрайеры извините я играл на английском языке это говорит тот клан который ориентируется по звездам который больше с природы и немного с магией то есть на новом острове как обычно надо будет завоевать с каждой половинкой репутацию новые шмотки мы узнаем естественно об этих кланах их информацию где те кто читают квесты и то что они вам говорят следующий клан безрукий я извиняюсь извини перебью там еще попутно начался starcraft соответственно финал кому интересно переходите смотрите здесь у меня в соседнем окне он будет так что смысле турнамент да там уже начался но это бесплатно смотреть не ну мало ли ну да мало ли не знаю вот про клан чтобы вступить в клан надо отрезать себе руку говорит и чтобы показать свою свирепость насколько вы готовы ради того чтобы быть в этом клане сколько вы агрессивны вместо отрезанной руки вам дают вот такую вот штуку и вот и они очень темные они очень злые и агрессивные и плохому научат много следующий клан темный камень или черный вот они у нас ориентируются так сейчас новый клан я не знаю как это все перевести который он он как бы придерживается правилам орков и и и он очень как бы ну хороший чувак как это перевести по машинам этот клан научат всему хорошему вас и вот они естественно связаны больше с своим телом любимым поскольку они называются темный камень кстати я рассмотрел у него элементы и смертокрыла в его форме сейчас здесь нам опять покажут вот все эти семь кланов в 7 город куда я взял все кланы на континентах они объединены между собой и у них есть естественно есть предводитель вот новый клан который сейчас нам представляет он нас связан с с хелл скримом это адский крик его кстати кто следить кто играл в 3 варкрафт это один из героев который победил и освободил орду клана топора они по моему называются и вы его можете встретить на этом острове поскольку мы я так понимаю все таки будем путешествовать обратно во время вот они у нас сейчас поскольку нам представляют все кланы и рассказывают про их характер данный клан они свирепы и агрессивные охотники и ездят на своих полках выслеживают нехороших и плохих кто себя плохо ведет и естественно что воюет ними наказывают убивают вот следующий клан одно слово я извините не могу перевести название клан очередных охотников тоже обладают свирепой агрессии мало слов больше убийства вот они у нас больше прислушиваются к шаманам то есть то что шаман увидел на небе если у него допустим в один день не получилось призывать дождик он говорит людей точнее подданные мои идите и принесите мне в жертву и убить там парочку невинных людей может быть дождь пойдет сестра здесь у меня вообще покинул нет я тебя не покинул я просто потихоньку думал как нам сделать так чтобы люди смотрели вроде как там например старый зяты занимаюсь я тебя не покинул но я все равно как бы не понимаю то о чем он говорит к сожалению со скудного знания английского поэтому ничем тебе помочь не могу особо ну нет я просто думал опять ушел не предупредил все тут теперь монстры и зоны сейчас нам их тоже покажут просьба написать в чате лагает ли у вас или нет потому что вот у меня почему-то трансляции под лагерью давайте же говорит поговорим о монстр естественно пока вы будете путешествовать по новому острову вы увидите много как и стандартных и похожих из предыдущих поэтому будьте готовы вы увидите нашего нашего воображения вот нам показывают арт допустим грула точнее похожего монстра на грула как они его там обрисовали вот еще другую четырех какой-то копытную с хвостом чувак здесь тоже можешь участвовать это просто отописывать скорее всего на даже не надо слушать его просто проблема в том то что я еще параллельно тут смотрю за стариком как бы теперь и наши игры которых мы перерисовали и старые кадры точнее концепты другая новая раса сервер он и я даже не знаю как это будет потом переделал русский язык почему у всех монстров такой накачанный six pack а потом летающие драконы поход похож на стрекозу из starcraft 2 следующий летающий монстр камеры юной в английском языке вот данное существо может летать но также она как и все приземляются у нее очень много всяких всяких анимаций которые которые разработаны специально для земли вот теперь самый главный вопрос который меня тоже мочит как же попасть на данный вот мы горит вас пошлем на самоубийство на задание но на самоубийственное задание мне тут про тебя весело говорят мол как смотреть концепт арты к диаболу так и говно а как мол то же самое эту правовку нормально нет но тут же побольше звук тихий стал да наконец-то они отключили параллельный микрофон вот мы решили говорит отойти от концепта где вы должны много читать и мало делать теперь же чтобы попасть на новый остров мы вам предоставим мало текста но больше анимированных этих сцен где вы будете принимать полное участие и больше он детали не раскрыл сейчас он нам рассказывает про про кланы как они между собой сейчас будут связаны кто между кем воюет потому что в аутленде вам тоже надо было выбирать между двумя кланами и у каждого клана было отдельные отдельные фишки допустим там у одного лучше кольцо у другого кинжал лучше можно купить спойлерс вот сейчас нам расскажут про огров про их не гор где они делали все свое оружие у них потому что там стоял на ковальне я не все это дело ковали естественно вот там расположены они обвели их то есть скорее всего это будет рейдовая а нет не будет вот можно рассмотреть и кстати очень сильно на аутленд похоже и вот нам показывают как то все выглядит как у них мозги работали рок структуры throughout the whole zone really sets it apart from anything ну вот интересная меня как-то вне временной этот в каджистане напоминает или как он назывался ну да а вот и в кейсс не вайсс не попал и варьд и власт волосы не пропал дезерць файнерс но варри сантиметром розовая пустыня на полу мировых ассен в ряду тоже хороший вопрос на лето варь и в снегу все белое такое сейчас видео нам покажут новый блин сейчас лаги будут меня все Так, вот если сейчас видео будет, а у них самих лаги, я сейчас убираю на какое-то время быстро все эти, показываю видео, возвращаю Старик и прочее обратно, уж извините. Блин, я перезагружу что ли страницу, потому что лаги конкретно. Нифига себе скелетограф. Это у них лаги. Это у них лаги. А, ну все, тогда у нас все окей. То есть видите, у нас с вами уже не могут лагать. В общем, нам, по сути, просто показывают новые локации, которые будут выйти. В общем, на русском YouTube-канале «Помбовки» уже доступен фильм, рекламный ролик. Поэтому, если кто пропустил, можете перейти и подсмотреть. Вот, в общем, нам показали и я все включаю обратно, как обещал. Вот, как обычно, говорит, очень весело и интересно было работать над этим экспаментом. Вот, теперь поговорим про оленей и как они попадут на этот остров. О, то есть про альянс. О, стой, что-то там. Хотя нет. Вот, новая зона, где будет постоянная ночь, все время темно. Вот, там все время полярная ночь. И когда вы будете ее покидать, у вас будет сразу так яркий свет в глаза будет кидаться. Вот. Вот. Если вы альянс, и когда вы первый раз попадаете на этот остров, ваш остров, он находится под осадой. И вам, естественно, надо все это дело защищать. Насчет Аутленда и Дренора, скорее всего, просто они заменят, сделают то же самое, как во время ненавистного многими патча, как говорится. Помнишь, какого, где раскололи все абсолютно локации? Угу. И случился везде большой катаклизм. Скорее всего, просто это действительно все заменится. Вот, смотрите, чем же это не похоже на Black Temple зону. Ссылка тем, кто хочет посмотреть на русском языке новый трейлер. А мы пока продолжаем смотреть концепт-арты новых зон, как их рисовали и как их придумали. Да, вот мне реально эта картинка понравилась, особенно камни. Это, допустим, Outland. Тут уже было, да. Ну да, это Shadow Moon. Это так он выглядел до этого. Вот, это, говорит, кусок зеленого зона. Да, в общем, он ему самому даже не нравится. И везде туман, и скучно, и грустно. Хотя мне, например, эта локация нравилась. Мне тоже. И сейчас нам еще один кусочек видео покажут. Ну вот, на этот раз я, наверное, не буду переключаться тогда даже. Ну давай эту ловку до конца, да, стрельнем, да, и все. Просто неизвестно, сколько здесь они будут, и еще... Час. Ну ты понял мое мнение. То есть, по идее, они взяли Outland и копипаст, и начали перерисовывать. Я не знаю, как там со звуком, я чуть-чуть потише сделаю. У тебя тоже лаги идут? Да, 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 такие легкие подфризы. Да. Мне вот пишут, если максимальный уровень теперь 100, смею предположить, что это будет все-таки последним дополнением. Никак нет. Почему что бы им не добавить 110-й, 120-й? Ну да. Деньги-то без разницы, на каких уровнях зарабатывать. Ну да. Да. Они могут туда тысячи довести. Ну... Это не предел. Вообще, в нашей жизни нет предела. Поэтому... Я не знаю, что ли. Это все одна территория была. Shadow Moon, который переделали под новое дополнение в новом острове. Ну да, но красиво, красиво. Да. Можно я тебе на секунду оставлю одного? Можно. Только я прям сразу даже не знаю, про что мне говорить. Сейчас будет показывать новую локацию Горнгрон и ориентируйся по картинкам. Давай сейчас. Такие локеюшки. Ладно. Будем ориентироваться пока по картинкам. Давайте посмотрим. Как раз этот Горгрон. Как он будет выглядеть. Это нечто таких гейзеров, скорее всего, будет. То есть, очень-очень горячая территория. Это действительно помогло найти, что мы с этим двигались. И мы получили видео о том, чтобы показать вам. Давай, показывай нам видео. И чем-то мне это сразу напомнило Дуротар. О, с молниями. То есть, это такая более темная территория. Ну да, такая горячая, темная, с гейзерами, со всякими. Скорее, здесь все поработали либо огры, либо гоблины. Потому что уже нечто подобное мы видели, что у тех, что у других. То есть, такие строения. Ну, пока вроде так. Я что-то офигенное пропустил. Ну, не особо. Ну, просто считает Дуротар, только с гейзерами и темные, с грозами. Ну, это тот остров, который, это, Тауренов еще затопил же, есть же. Что-то такое было, какие-то элементы. Барнс, вот, молодец. Барнс, только не затопленный, с высокими камнями. Дом Дранаев, где их цивилизация была зарождена. Нет, это не Барнс. Барнс, это меж основным городом. А, точно. Ну, когда вот самый вниз идешь? Ну, да. Только я заместо этого сказал Дуротар, но суть все поняли. Ага. Ну что ж, давай возвращаемся к нашему Таладору, где Дранаи были зарождены и... В Таладоре их ощущения... Ужас сколько. Ну, посмотрим, как он сейчас выглядит раньше. Если понравилось, там же, по-моему, стоит основной город. Насколько мне память не изменяет. Ну, поправь меня, если я что-то не то ляпнул. Не-не, вроде как все правильно. Новые классы и раз нету. Шатрат остался таким же, только затопленный. Нет, это концепт-арт был, но... Но это, говорит, они его взяли и переделали. Ай-яй-яй-яй, покрасили его. Теперь можно сверху залетать, а не только с боков. И сейчас видео давайте посмотрим. Ну, блин, ну, избавились бы они от лагов, а? Ну, смотри, вот здесь есть элементы Дранаев, что здесь все-таки их цивилизация зарождалась, поскольку вот эти вот купола, их корабль, элементы их корабля. Что-то они растительность какую-то сделали, тусклую, не кажется ли тебе? Да. Ну, в принципе, на самом деле она примерно так и выглядела. То есть там все было еще темнее, на самом деле. По крайней мере, я в этой локации свое время провел очень много времени. Ну да, это снег-пик в четыре из семи зоны в Дранаеве. Я надеюсь, что вам понравилось. Это что-то, что мы работали на время, поэтому супер радо, чтобы это показать. Говорит, мы не можем говорить. Новые модельки. Да, новые модели, которые так долго просили, чтобы все нынешние модели были переработаны на что-то за чучел. Чуть-чуть? Да, мы над ними чуть-чуть переработали. Чуть-чуть. Да, поэтому, говорит, чтобы мы не тратить много времени, мы поработали над ними, но не так уж сильно. У нас были определенные пункты, над которыми мы должны были поработать. И когда вы создаете нового персонажа, вы должны его сделать таким, каким вы видите своего героя. Поэтому здесь мы сделали наш акцент и на переработку. Вот, поэтому мы повысили, в основном, текстурку улучшили, потому что у нас разрешение в экране теперь перерастает в 3К, в 4К, и поэтому, чтобы на новых компах это все смотрело, это они должны были сделать. Сейчас я быстро перезапущу страницу, чтобы, по идее, пропали лаги, если они были. Вот, и поэтому они над деталями лица поработали, сделали новую анимацию, точнее, подправили старую. Вот, и поэтому, когда мы перерабатывали старые модели, это, говорит, не раз, два и готово, мы как бы и должны были все перерисовывать по новой, потому что, вот, это мой код. Ты слышишь, давай, тыс? Вот, как дворф выглядит сейчас и как мы его переработали. Наконец-то, намного лучше выглядит, согласись. Ну, да, у него получились волосы. Особенно пальцы. Появились. Да, вот он как раз, говорит, смотрите, какую мы офигенную бородку ему сделали. Следующий у нас на очереди орки. Ну, такому уже, ребят, говорили, что Дренор – это старая отланд. Вот, и он даже стал чуть повыше, по-моему. Ну, что-то как-то, знаешь, не очень давно времени. Ну, да. Мне этот ворф лучше понравился. Не, но он, конечно, лучше выглядит. О, это как раз твоя тема. Да, моляк-номики, давайте. А, мне старый больше нравится. Шутка. Я думаю, что этот gnome очень специально показывает, что все это работа реально отдают. Они все подросли по размерам. Хе-хе-хе-хе. Но, да, я буду дамы, он все выглядит как гном. Не, ну да, они лучше все-таки ставь их люди. И давайте посмотрим видео, как они все это вживую выглядят. О, анимация получше стала. Я так понял, справа, да, тот, который новый? Старый, да. Не, который новый. Хе-хе-хе-хе. Так, а может, видео нам нормально вернете? Да, что-то там вообще какие-то косяки на косяки идёт. Ребят, ну что за... Ооо. Ну как-то не эпично он шагает под эпичную музыку, но борода у него зачётная. Протроллил. Аааа, самый. Протроллил. Но все равно как-то у него движение, ног не очень. Пузанчик гном. Кто-то орёт из зала гоблинов, давайте. Да, нам гоблин. Хотя гоблин, кстати, переработали. Вот, ну то есть они, как они уже... Ну то есть они будут еще, они на этом не остановятся, и в принципе еще будут, как я помню, перерабатывать их. Ну да, вот, и сейчас просто он прорекламировал, что есть отдельная панель, где вы можете посмотреть, как все это дело рисуется. Но мы продолжим с Вовкой, какие же новые возможности будут. Допустим, может, новая профессия сейчас нам какую-то расскажет, покажет. Да, не Туренов забыли, вот написали. Да нет, но все же, раз они не будут показывать. Ну, а могли бы все равно сейчас стримить. Так. Геррисон, новая зона-то. Вы можете построить свой собственный остров на Дреноре. Вы можете построить свой собственный домик. Я, кстати, помню об этом разговоре еще раньше, ну, когда люди не особо играли в Вов, раньше там, кто не играл, им рассказывали, что там, вот, Вовка такая мега крутая, там, ты можешь собственный дом построить, там, собаку завести. Короче, Симс, Слэш, Вовк. Да, только это было очень-очень давно, когда я еще учился, там, не знаю, в седьмом классе, да, то есть, было очень давно. И вот только сейчас они это решили ввести, что самое интересное. Ну, если честно, когда, допустим, я играл в ТБЦ, в первый аддон, у нас гилдмастер говорил, что будет система поиска Фрейда автоматическая. И, допустим, он сказал, что клан будет, что класс хантеров будет как андет. Они откуда-то это уже тоже знали. Видать, кто-то сливал информацию. Вот, и сейчас нам рассказывают, что вы можете, допустим, свой домик построить под свой стиль. Наверное, хотят конкурировать с Майнкрафтом, чтобы вы могли построить свой дом, покрасить его в любой цвет, посадить высокую или низкую траву и прочую ерунду. А пацана, который показали сейчас грустного, он, видать, говорит, чуваки, что вы делаете? В общем, вам в руки попадается полная, ну, как сказать... Вовсим сити, короче. Да. Оффлайн прогресс. О, офлайн можно теперь вовку играть. Так, и насколько я понимаю, теперь из-за тебя могут люди что-то делать и делиться этим прогрессом. Ага. Ну, это, конечно, прикольно, но... Так, интеграция в мир. Вот, допустим, если вносят разработчики изменения, то тут же это у вас на экране появляется, без всяких... Ну, с помощью подгрузок, без всяких патчей. Но об этом тоже давно говорили. Ну да. Так, эпический... Чё, экипировка? Что я получу? Да, как вы сможете улучшать? Броню. Короче, что вы получаете? Вы получаете кусочек земли, где вы сможете построить свой дом, но это посадить дерево и пожениться. Вот, вот он, уникальный дом со своими возможностями внутри. Короче, походу они сейчас уберут лимит на профессии, две штуки, как это сейчас. Вот, и сейчас он говорит, представьте, у вас есть добыча минералов и травы, и вы сейчас хотите, допустим, научиться сшить. Да, и вы берёте и это делаете. Ну, сейчас послушаем, чё он там. А, вы можете нанимать NPC, и он за вас будет добывать те или иные прогрессы. Короче говоря, один персонаж теперь может сделать всё, в принципе. Множество. Когда вы начнёте, это будет очень маленько, и вы будете able to expand it over a number of tears. И every time you expand... Да, нет, вы стартуете в одной экипировке, и потом вы её можете обновлять её до трёх из трёх. Ну, это как сейчас, получаешь мотку 500-го уровня, и там же у тебя написано 0 из 2. Ну да, теперь до трёх. Да, тебе до трёх ступеней вы её можете увеличить. Выбрать любой дом, любую локацию. Любое здание, да. И построить там свой дом. Не, это мысли, конечно, интересные, но... Насколько они реализуемы? Не столь важные. Ну, как это не столь важно? Писай, миллион человек в одном месте захочет построить дом, и чё? Ну, ты будешь строить на том же месте, просто надо будет с разных паниторов смотреть, как это всё выглядит. То есть, теперь построили дом, наняли туда мексиканца-фермера, и дали ему даже ещё своё собственное имя. То есть, и он за вас работает, ухаживает за всем, что у вас есть в доме и вокруг дома. То есть, какой-то симс наблюдается. Монюменты могут быть связаны к достижениям. Таким образом, если вы получили достижения, чтобы обеспечить весь мир. Вы пошли в каждую зону, где есть. Мы можем дать вам монюмент, который, может быть, как большой глоб. Вот, теперь, говорит, за определенные ачивки вы можете ставить памятник сами себе. Самый концепт с трофей. Может быть, вы убили рарро-моб, где-то в Дранор, где-то, 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 где-то. И теперь, за каждое достижение, которое вы выполнили, вы можете перед своим домом поставить статую. Типа, смотрите, я эксплорер, точнее, я побывал во всех частях Азерота и во всех местах Ловки. И все, вы можете поставить себе памятник Колумбу перед входом. За трофей. И все, кто будет проходить мимо вашего дома, видеть вашу памятник. Будет кричать за троф. За троф. Нам сказали, что пора уже на Старкасс переходить, и там будет обзор чего-то там интересного. Да? Да. Ну, это будет через несколько минут, или ты можешь перейти и посмотреть? Вроде как уже идет. Угу. Так, ну давайте сейчас переключим. Часпал. Так, тут вовту играют, ну и... Так, вот, сейчас стараемся. Старкрафт. Да, что-то касаемо Старкрафта. Биггим Хантус. Ну что? Сейчас я проверю, что на других каналах, потому что здесь идет турнир. Здесь тоже турнир идет, и здесь тоже... Так, давайте пока на Старкрафт переключимся. На турнир, я так полагаю. Ладно, сейчас давайте создадим голосование. Давай, создай голосование, спроси, что хотят, по сути, люди. И будет по идее, смысл что-то сделать. Потому что Старкрафт, как бы, можно посмотреть на любом официальном сайте, он там будет. Там ничего нового, в принципе, по идее, не должны сказать, потому что... Но дополнение, кроме пропасов, не предвидится, по ним ничего не говорят, насколько я знаю. Ну ты следи, пожалуйста. В общем, переводим Вовку дальше. Теперь рассказывают поподробнее, как же найти свой дом или, допустим, место, где ты останавливаться будешь. Потому что в каждом доме будет уникален чем-то. Допустим, каждая ферма, давайте ферма ее обзовем, имеет внутрь человека, который специализируется, допустим, на готовке, либо дает вам наемников, и вот сейчас об этом они рассказывают. 75% хотят Вовку смотреть. И, естественно, каждое издание, как до этого говорили, можно обновлять. И чем дальше вы обновляете, тем лучше и быстрее вы прокачиваете, допустим, профессию, и у вас идут от этого бонусы. Ферма. Ну еще все, как всегда, завязывают опять нас. Вот, показывают, как все внутри. А, кстати, офигенно все нарисовано, смотри. Да, довольно-таки. Короче, на ферму. Ау выглядит реально как... Но кто знает ли целую ферму ВКонтакте, тот поймет, о чем я. Ё-моё. Боже ты мой. Ладно, возвращаю вам окошко Старкрафта. Это довольно similar. Вот, как это выглядит сейчас в реальном времени. Вот, как вы его... А, ну вот так это все-таки, да. То есть это лучше вылезать. Но это ты свою ферму, чувак, будешь держать. Да, только личную и довольно обширную, тут большую. Да. Ой, блин, сколько там времени надо будет вложиться. Это ты не как мы за шоколадками бегали. Чувак, это сейчас в Пандарии, если ты выращиваешь на грядке 16 грядок растений своих. Чувак, ты рассказывай мне, я этим не занимаюсь. Да, а вот это еще в твоей... Интересно, можно это будет делать в Союзе? Я бы с тобой это начал делать, но одному, мне кажется, здесь просто не справиться. Ну да. Почему мне кажется, что, скорее всего, это будет делать каждый человек, то есть, отдельно. Я вот не знаю, как насчет совместно, но, походу, это будет именно такая вот тема отдельная, что вот только ты сам можешь это вот строить, делать, я там, например, могу где-то рядом с тобой, и будет ли оно как-то видно хотя бы. То есть, вот, ничего пока не сказали, поэтому, насколько я заметил. У каждой фракции есть, естественно, свои уникальные бонусы, поэтому вам надо больше людей, которые будут работать на вашей стороне. Люди имеются в виду NPC-шники, то есть компьютеры, нереальные люди, и каждый раз, чем больше вы их наманимаете, тем быстрее у вас идет прогресс, и вы увеличиваете свой тир от одного до трех. Но мне не кажется, что это вы за месяц сможете сделать. Мне интереснее было еще, как у Орды бы это все выглядело. То есть, ну, все-таки у Альянса понятно, там, домики, у Орды-то все-таки оно как-то... более специфично. Переводить, я так понял. Да меня тут один чувак в скайпе отвлек, не ты, конечно. Так. Но пока что они концентрируют свое внимание на... на развитие всех этих ферм, и, естественно, опять-таки повторюсь, больше рабочих, быстрее продвигаетесь, и, естественно, вам можно будет... вам надо будет работать на качество, а не на количество, в то же время вам надо будет, допустим, балансировать NPC-шников, и, естественно, у вас будет выбор наряжать и давать разный вид своим NPC-шникам. Ну да, допустим, некоторые... На самом деле, суть будет как раз в том, что по факту мы берем, оплачиваем Вовку, сидим, месяц, второй, третий, четвертый, полгода прошло, мы создали новый домик. Мне почему-то кажется, что это будет примерно так. Это, я так полагаю, новые существа, которые добавлены, типа, будут, ну, на сработать. Редкие, да, существа, которых надо будет найти и активировать, чтобы они работали на вашей стороне. Потерянные, так сказать, люди. Вот, и, как он уже говорит, все эти фермы, это мини-игры внутри самой игры. Да, ну... Они уже просто не знают, чем завлечь, собственно говоря, людей, поэтому пытаются вернуться к истокам, пытаются сделать что-то, что сейчас популярно, и в связи с этим они, на мой взгляд, делают много ошибок, которые могли бы не делать. Они следуют за массами, вместо того, чтобы делать, как раньше, что-то, то, что они именно только бы делали. То есть, быть индивидуальными. Они потеряли эту тему, на мой взгляд. Но проблема еще, знаешь, в чем? Если новый пользователь захочет в Вовку прийти, ему сколько надо гигабайтов выкачать из-за интернета? Да, это я не спорю. А вот интересная вещь, теперь вы можете в оффлайне смотреть и прокачивать своих NPC-шников, поскольку это занимает очень много времени. И больше интересных штучек вас ждет при... Уже при анонсе, скорее всего. При анонсе, да. Вот, мы вам еще больше всего интересно сейчас рассказываем. И больше, над чем мы работаем. Да, два, говорит, с половиной часов мы с вами сейчас будем трендеть. Я все-таки на Старкрафт хочу по... Я вот тоже, тем больше, он у меня в соседнем окне идет. А что там интересного? Там сейчас бои идут. Точнее, осмотр боя. Не, я имею в виду про Старкрафт-историю, что им это говорят. Сложно сказать. Он сейчас рассказывает. О, вот человек про 90 уровень, говорю. Есть ли, говорит, у вас друзья, которые не играли вов или играли чуть-чуть? И ему, говорит, очень трудно прокатяться до 90 уровня. И теперь, говорит, у нас есть решение. Вот, говорит, у вас, скорее всего, задротов уже все классы 90 уровня есть, а у вашего друга ни одного. И, говорит... Вот, и теперь, говорит, когда вы приобретете новое дополнение, у вас есть возможность за один клик... Помочь другу. Помочь другу и дать ему 90 уровень. Только один персонаж. Одного персонажа, одного друга. Вот, или же вы можете прокачать какой-нибудь своего альта. Если вы ever experienced, что мы делаем в скролл или ресуррекцию, мы хотим эту транссию быть очень чистой. Вот, и, говорит, мы сейчас раздумываем над тем, как же почистить ваши ранцы от ерунды, которые вам абсолютно не нужны. Допустим, там, какие-нибудь квестовые шмотки или какие-нибудь непонятные вещи, про которые вы уже забыли. Кстати, у меня уже все полные мешки. Вот, и поэтому сейчас будет рассказываться, как они будут бороться. Так же с этим. Потому что многие люди коллекционируют какие-нибудь шмотки. Назад в будущее, допустим, многие люди коллекционировали маунты, но поскольку раньше не было вот этого окошка волшебного, где они все хранились, то есть они хранились либо в банке, либо в мешках своих, занимали очень много места. Для этого они придумывали отдельное место. Теперь они хотят эту идею взять, и вот они представляют новую систему инвентурии. Вот, и вот такой новый журнал, где вы сможете разместить все свои вещи, и эти вещи не будут занимать у вас место в вашем драгоценном месте. А самая главная фишка, что это теперь между серверами, то есть если вы играете на разных серверах, и у вас есть какая-то шмотка, которую вы хотите отдать на другой сервер, и это можно будет теперь сделать с помощью вот этого обновления. Это все аккаунты, которые вы создаете, и на которые уже существуют. Это просто офигенно. Ну да, идея хорошая. Потому что уже на опыте маунтов и пэтов это работает хорошо, теперь же они эту идею дальше развивают со шмотками. Что мы можем еще улучшить, чтобы у вас был вот такой вот офигенный вид? Ну вот, да, и теперь большие сумки там на 28 слотов, на 30 слотов, это не выход, и мы теперь хотим сделать отдельные вот такие вот иконки, где вы их сможете раскрывать, и там будут все ваши вещи, чтобы вы могли лучше все упаковывать и ориентироваться. Также вы здесь сможете быстро ориентироваться, если захотите найти ту или определенную пушку. и теперь у вас есть, допустим, фильтр, если вы нажали на пояс, вы можете выбрать, чтобы он вам отображал только эпичный, только, допустим, синьку или зеленку, или вообще просто белый. То есть они улучшают интерфейс, это похвально, конечно же. Надо было это, правда, сделать раньше. Намного раньше. Намного. Вот, теперь вы вообще больше никогда не будете таскать с собой шмотки, точнее вещи, которые должны будут использоваться при выполнении квеста. Может, там проще там бесконечный мешок сделать и не париться, с которым все запутываются. Теперь, говорит, мы все храним на одной иконке и тем самым очень все хорошо хранится. Ура! Теперь, если, допустим, у вас есть какие-то шмотки для профессии в банке, и вы об этом забыли и не знаете, теперь вы можете не бежать в банк и брать их, а просто... Крафтить с места, да. То есть он автоматически с банка берется и крафтится. Ну, короче, облегчают Вовку до нельзя. Да, когда вы, говорит, уже все зафармили, и вам уже очень скучно, что же вам делать дальше? Вот, и вы с нетерпением ждете, когда уже новый патч-то выйдет. Да, Близзард говорит, что мне дальше делать? Я уже все сделал. И теперь у нас есть новые... новые задания для вас. Вы можете улучшать свои шмотки, но этого можно и сейчас. Теперь можно делать, выполнять определенные задания. и теперь вы, допустим, можете выбрать, либо через занятие PvP, или делать какие-то задания с компьютером. Допустим, сценарий. Нам показывают новый интерфейс. Вот, и теперь же поиск, чем заняться, анализирует то, что у вас уже есть, и подбирает для вас определенные зоны, где вы можете поразвлекаться. Хотя, мне кажется, это не выход из ситуации, как ты думаешь? Ну да, скорее всего. Так, сейчас я обновлю еще раз странички, чтобы... Вот, теперь нам показывают новые таланты. Добавили новую полосу 100. Так, вот, кстати, там что-то на панели показывается. Вот. Глянь-ка. Сейчас, подожди, нам кое-что покажут. И мы берем их серьезно, так что фидбэк получился. Одна вещь, что нужно знать, что мы начнем снижать тултипы из талантов чуть больше по специи. Особенно, классы, как Друэд и Приста, имеют эти довольно ровные тултипы, которые говорят, если ты шадо, это действительно делает это. То есть, это действительно делает это. Так, вот, и тогда, давай на Старкрафт. Про Старкрафт. Все это, я переключаюсь на Старкрафт, да? Подожди, я, давай пока на Вов вернусь, и... Хемая. Ну, ты же не можешь заинтересовать меня, что там. Потому что там сейчас Дэвид Ким говорит, чувак, который курит, когда трава у них цветет, очень большими порциями, не выдыхая. Ну, чувак, тебе же все тоже это приятно и понятно. Ты же в Голландии у нас. Так, сейчас передали слово человеку, который разрабатывает подземелья. У нас ждет новых 7 подземелий, внутренние уровни и 3 новые какие-то какие-то дополнительные сложности. вот, а они опять-таки говорят что-то про то, что мы хотим взять некоторые старые классические подземелья и переделать их. Вот, и допустим, один из этих это Black Rock Spire будет. Как обычно, у них будут нормальный героический режим и испытания, чтобы когда вы делаете испытания, вы открываете уникальный сет для себя, который вы можете потом наложить с помощью, в общем, вам это известно, с помощью кого, и будете выглядеть по-другому. Так. Сейчас мы в деталях рассмотрим одно из подземелий и посмотрим, как она из себя выглядит и кто же ее охраняет. В ней будут четыре босса и там будет и там не будет линейного чего-нибудь линейного пути, так сказать. То есть там полный флекс. Там что-нибудь про Void of the Legacy говорят, я тут же переключусь. Вот сложно сказать, потому что там пока еще показывают все то же самое, что я, в принципе, видел в обычных. Сухую статистику. Так, сейчас я быстренько переключусь, потому что, как бы... Но он сейчас рассказывает не про ста крафт, а про героев, по-моему. Просто, как бы, ты посмотришь, что у меня на видео идет и поймешь о чем. Так, сейчас, сейчас, сейчас. А тут пока про подземелье показывают карту подземелий. И муви, муви, давай быстрее, перегружайся обратно. Куда, куда? На старик, в смысле на Варкрафт муви. Так, новое подземелье, которое состоит из четырех боссов и не имеет линейности, Дранаевон казнят зачем-то. Вот гад, а. А графика, я тебе скажу, улучшилась, согласись. Есть что-то, какие-то улучшения? Ну, да, но в целом, как бы, как Вовка, как выглядела, так и выглядит. Хотя мне она в свое время нравилась именно из-за вот такой а-ля мультяшности, что ли, рисованности. Ну да, мультяшность, то есть, огромное присутствие. То есть, мне это, наоборот, раньше нравилось, и сейчас, как бы, тоже. То есть, они очень прикольно выглядели всегда, вот уже вот этот кабан, е-мое. Не, кабан перерисовали, кабан. Мяшка вообще такой стал. Там полигонов вложили, прямо ужасно. Сразу видно, что ему волосиков добавили. А вот здесь, кстати, не особо на элементаре огненной, я что-то заметил, что там полигоны. Да не, их просто взяли из катаклизма и все. Че, этих ленивых задниц не знаешь под именем лиза? Не знаю, вообще. Ну, хотя, несмотря на то, что они ленивые, но они делают больше, чем многие, в принципе, из подобных же кампаний. С этим я с тобой, коллега, соглашусь. Ну да, они ленивые. Вот, вот такой вот мультик. Мультик. Так, у меня сейчас такие жестокие лаги, мне, скорее всего, надо будет все перезапуститься. Да, обнови, это просто, да. Лагов нет, 720. Так что, сейчас стрим упадет на пару секунд, пожалуйста, не расходитесь или временно идите к дезертиру, и я сейчас вернусь, потому что у меня идет огромная нагрузка на процессор. Временно, главное, идите к дезертиру, ишь ты. Все, сейчас буду. Я даже ссылку, да, сейчас, короче, раз, все, все текайте. Железные бараки. Что там у нас? Вот, ладно, я пока буду рассказывать, что у нас там в Старике происходит. А происходит у нас, собственно, что, тиран против у нас, кого играет? Побольше чуть-чуть сделаем, узнаю, Элкин. Будет против немножко. Да я уже все перезапустил. Запустим. А я уж обратно. Блин, и ОБС, давай обратно выжирать 450 гигабайт памяти. Жесть просто. Вот. Сейчас я тогда быстренько... Так, в принципе, там пока ничего интересного, а Старик разгорнул. Давай. Покажу людям, что там ничего интересного происходит. Так, сейчас я стрим вообще полный. Вместе вырубим. Два новых рейда у них там будет. Вместе у Мпатарии, кстати, будет рейд какой-то. Все, лагов нету. Так, вот так можно убрать. Две новые рейдовые зоны. 16 боссов в общем результате, как они говорят, но я думаю, вы эти сухие цифры можете сами видеть на мониторах. после, как и запустится сам новый аддон, вы сможете, естественно, естественно, пройти первый контент, и с каждым новым патем мы будем добавлять все больше и больше. Стандартная наша практика, так что... так что не волнуйтесь по этому поводу. А почему-то на Good Game не могу залогиниться. Так, а ты где сейчас на мейне? Сейчас на план перейду. Чувак, а нет! И так, что нас еще ожидают? Нас ожидают, естественно, мировые боссы, потому что многие игроки приняли когда вышло Пандария, это на ура, мы эту идею подхватили, и, естественно, мы ее будем продолжать. Насчет рейдовой философии, флекс Горошу принес тоже положительные плоды, поэтому мы решили, скорее всего, это оставить, и, как он уже и спросил зал, кто это использует, кому это нравится. Вот несколько рук было поднято, к сожалению, мы все руки не увидели. Я тоже за, за флекс, потому что я не хочу хардкорно рейдить, я хочу прийти вечером, найти группу, убить и уйти. Хардкорщики, они как и остались, так и будут. И флекс, скорее всего, говорит, мы будем еще еще больше, как бы, делать доступней, потому что до сих пор есть небольшие проблемы. А, такой вопрос, ну вот докачаетесь вы до сотого левела, и что дальше? А вот что дальше? Будем строить ферму и собственные домики. Ну да, е-мое. Близзард всегда найдут, чем вас занять, поэтому... Потом скажут, что на тысячном левеле вы только можете построить туалет, а без этого ваш персонаж умрет. Умрет и все. Разорвется, так сказать. И нам придется качаться дальше, 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 дальше. Вот. Сейчас рассказывают про рейдовую структуру, что в 10 и в 25 человек есть небольшие проблемы, потому что все-таки там есть технический аспект баланса, поэтому флекс, он как бы принес новый вдох и поэтому мы флекс будем как бы дальше разрабатывать и скорее всего это будет всем нравиться. Вот. Поэтому мы дальше продумываем как же нам улучшить рейдовый опыт и чтобы это нравилось всем новым и старым игрокам. вот. И когда говорит, у нас на ПТР были тесты, они люди, которые тестировали на тестовых серверах, они нам естественно давали много фидбэка и на опыте этого фидбэка мы делали выводы и улучшали эту систему. Был небольшой гуф стрима, но мы его подняли. 10,25,14,19 however many people you have on hand. Так, ладно. Старике пока ничего интересного, так что уберу это окошко, в принципе. А, так что ты меня зря, да, подбиваешь перейти? Нет, ну почему? На панели есть интересная. Ну вот я сейчас панель параллельно включу. я сейчас отлучусь от Вовки. Отлучись от Вовки! На панели Старкрафта говорится о балансе и что в ближайшее время выйдет новый патч на тестовых серверах. Давай переключимся на какой-то момент. Потому что в принципе там Вовки пока уже ничего нового не будут говорить. Ладно, ты следи за Вовкой. Поскольку нам уже большую часть рассказали про новый контент, про героев, про кланы, про флекс-профессии и ферму самое главное. Давайте чуть-чуть посмотрим про Старик, а то мы его немножко забыли, тем более здесь о, мультик! Новый мультик! Как же без мультика? Вот смотрите, как мы прям вовремя переключились. так, я тебя слышу. Я тоже слышу. Как это убрать? у тебя тоже двойной? Да. Это, видимо, у них. что-то Blizzard фейл на фейле сегодня. Как говорится, у двоих ты не можешь быть косяка, правильно? это их косяк. Ну чё, смешно? Эти минералы пускают по заднём фоне. Короче, нам сейчас Ким расскажет про eSport и всё, что с ним связано. Благодарит она всем, кому это интересно. А Вовке пока про PvP рассказывают. Да, давайте вернёмся. Вовку, наверное, потому что кому это интересно. Чё, ребят, Вовку, давайте в чате. Короче, я у себя буду в соседнем окне стримить Вовку, но не буду комментировать ничего про StarCraft. Я просто включу вам УВО и как-то так. Всё, все попросили УВО, поэтому давайте перейдём к PvP. Есть мировые PvP-зоны, где вы можете убивать и драться всеми. Затем они переработали внешний вид PvP, как всё это выглядит. И теперь они будут оказывать по каждому пункту подробнее, Что такое мировой PvP? Есть арена, называется она... Забыл, как называется... Она называется арена. Вот. И там зоны, где постоянная война, где одна фракция осаждает другую, где вы все дерётесь, и где вы можете завоёвывать определённые места для того, чтобы выиграть или получать определённые бонусы. Вот. Это... Эта зона, она специально сделана для тех, кто любит PvP, и потому что людей, которых ганкают, или как это по-другому называется, фармят, вот для этих людей специально создан PvP, чтобы они надоедать людям, которые грайндят квесты и прочую ерунду. Да, а то есть такие, приходят и... И надоедают. Вот. Этот островок немного похож на... На существующий... Блин, опять стрим упал. В общем, я не знаю, у нас тут просто проблема. Включается в том, что у нас собрались здесь любители старкавта, собрались любители ловки, и вот кто-то хочет одно, кто-то другое. Это, конечно, хорошо, что у Близзов всё так много и насыщенные программы, и везде всё рассказывают, но, блин, почему одно время? Да, это... Ребят, ну я и так постарался, я вам показываю в соседнем окне, пусть чуть-чуть меньше, но Старкрафт, то, что вы просили, собственно, а бои вы можете посмотреть и сами, в прямом эфире, они сейчас идут, их можно увидеть. Для этого ничего не надо. О, кай. А ты-то тут при чём? Вот, сейчас поговорят на самую больную тему, это когда нету баланса на сервере, допустим, одной фракции больше, чем другой, и поэтому... О, это больно. И поэтому в следующем дополнении они объединят все миры, ну, допустим, и постараются сделать баланс между вот этим вот небольшим промежутком. Вот, поскольку они работают на кросс... Как это реалм-то будет по-русски? Кросс-серверами технологии, они её совершенствуют, и, наконец-таки, они решили всё-таки её применить в следующем аддоне на полную мощность, чтобы всё это было отлично. В красном, естественно, обведено там, где это будет всё происходить. Это очень большая зона, я тебе скажу. По сравнению с другими, да. Ну, чтобы далеко не убегали. Кстати, блин, это же существует, Толбаран, не помню, как он называется. Толбарат. Толбарат, то же самое. Там периодически надо захватывать территорию, и на два часа территория ваша. Не помню, как вот ледяная как раз вот эта вот в Аутленде была. Да, тоже в Аутленде та же фигня была, когда надо было захватывать. Точнее, это всё... Нет, это не в Аутленде. Это в Лич Кинге было, да. Это первая ихняя проба была. Там захватываешь, на два часа имеешь право убить внутри боссов, получить шмотки. Когда вышел, естественно, Катаклизмы и другие аддоны, они это всё, естественно, перенесли. То же самое они сделают в следующем дополнении. Теперь же вы на этом острове Ашаран можете строить свою собственную технику и просто-напросто использовать её и выносить. вот, допустим, примеры, как это будет всё выглядеть. Осадные танки или просто мотоциклы, он трёхколёсный. Это всё было в Личе, по-моему, просто они переработали немножко. Ну да. По крайней мере, пушки и всё прочее. Это я помню то, что даже на Толбораде использовалось. Посмотрите, всё новое, это хорошо забытое старое, если уж уточнять. Следующий пункт, это как они улучшили внешний вид, потому что теперь будет на всё более понятней. Затем они будут вести статистику, допустим, ваших убийств, вашей смерти, там, ваш высокий критический удар и вот на примере, допустим, вот этой карты, сейчас они что-то расскажут, интересное. Допустим, сколько раз вы завоевали ту или иную ферму или... Чё-то они зациклились на фермах. Да, чё-то фермах. Сколько раз вы, допустим, поставили свой флаг и всё в этом роде, но, скорее всего, такая же статистика уже существует в достижениях, что-то они перегибают палку. Вот. Что-нибудь в старе интересного происходит? Ну, там Ким пока общается, я, к сожалению, не знаю, на какую тему, потому что... Ну, в основном, там про баланс идёт, то есть, как, что. теперь следующий пункт, это что во время сражения вы будете получать очки. Ну, это, по-моему, было. Ну, это было, видать, какие-то новые дополнительные очки. Вон, это общий итог, первая колонка, и, скорее всего, от этой колонки вы будете видеть, кто вот именно держит всех за одно место, у кого есть превосходство и прочее. Ну, короче, опять меряются, так сказать. Да, опять меряются, у кого машина круче. Ну, хорошо. Ну, смотри, вот как они говорили, что они переработали внешний вид, да, я вижу улучшения, там, как-то всё это больше стало понятнее, но, поскольку я уже PvP не веду с лича, мне как-то не очень интересно. Хотя, во времена ТБЦ сжёг я своим хантером и чернокнижникам очень хорошо. Короче, везде одним словом, на самом деле, действительно говорят про баланс, про баланс, про баланс. В итоге никакого баланса нет, потому что режут одно, другое преоплодает и так далее и тому подобное. Причём, как в Старкрафте, так и в Варкрафте, так же и в Диабло. Всё время что-нибудь не то. Так, теперь... Да, я слушаю. Теперь поговорим о случайных наградах, которые вы будете получать по окончанию сражения. То есть, это очень интересно. Допустим, когда вы сейчас выполняете тот же сценарий, вам выпадает сундук. Из этого сундука может выпасть какая будет случайная эпическая шмотка. Говорят, что, кстати, про ВЦС, там сейчас новое, как говорится, будет, как оно проводится и так далее. Про ВЦС? Да. Ну, фиг с ним. Пусть другой стрим. В общем, эту идею они решили взять в PvP и теперь, когда вы будете что-то выиграть, вам будут дополнительные шмотки, которые будут привязываться к вашему аккаунту, естественно. что же? Вот, что вы можете получать? Естественно, обыкновенную экипировку. Так, стоп, у нас какой-то видеоролик с Тарик. Что же это может быть? По-моему, это где ты видел. Ну, где, где? Ну да, это нарезка, видимо. Это eSport просто нарезка. Оторвал меня. А теперь так поясилился сразу. Я сразу переключил. Так, теперь также будут доступны еженедельные квесты, где вы сможете обновлять свою экипировку. То есть, они взяли опыт PvE и интегрируют в PvP. вблизи. И так, теперь у нас новый статус чего? Гладиатора, что ли? Или что такое? Или сражение гладиатора? Ну, да. Да, они хотят ладеры сюда ввести. Чего? Они хотят ладеры сюда ввести. вблизи. Так, сейчас что-то... Подождите, я выбился... Из графика? Да, из графика. Я не знаю, о чем они говорят, потерял мысль. они решили продлить ВОВ. В смысле? Но люди спрашивают, а что ВОВ не кончается игрой? Они решили продлить ее. Вообще-то, панель ВОВки будет типа, два с половиной часа, как они говорят. Вот. Битцы. Кто хочет громче слышать оригинал, пожалуйста, сделай погромче, потому что я часто молчу, да. Сейчас говорят про специальные сервера, где принимают участие люди в турнаментах между собой и на этих серверах теперь будут присутствовать новые правила. Теперь вы можете, допустим, хвастаться своим прогрессом, когда вы будете на этом острове, точнее. Теперь сохраняется прогресс и он всегда будет при вас. И это, будет определить пресс-профессии. И теперь, если вы принимали участие на турнаментах, вы выиграли его, вы получили особый приз, и вам будет присуждаться определенная уникальная шмотка. Допустим, это всегда было, допустим, вам маунт какой-нибудь дают специально, которого нету у других. их. на сегодня, говорит, все, и сейчас наступит время вопросов от вас. Поехали на еще не другое. Да, сейчас мы переключимся, скорее всего, на Старкрафт, потому что я не очень хочу переводить вопрос-ответы. Хотя, там могут спросить, конечно, что-нибудь интересное, но я не думаю, что они будут открывать какую-то интересную информацию, поэтому можно, скорее всего, просто перейти на панели и оттуда уже продолжить. Ну что, поехали? Да, сейчас они показали расписание. Всем как раз, да. Спасибо, удачи.